сразу хочу поздравить с крещением господним ставим большой пальчик вверх пишем комментарии давайте посмотрим этот выпуск очень интересно сейчас 8 30 утра 16 градусов мороза мы на саржином яру это храм иконы божьей матери от рада и утешения ходят самые массовые в городе знания фору проводится обряд крещения уже много лет ходит храм люди светоотражающих манишку стоят сейчас будем двигаться саржин яр проруби батюшка обычно с процессией из храма спускается вниз к вырубленному христу проруби и там проводят обряд крещения воды сам храм не пускают видно состоят цепление почему-то видим карантинные требования здесь как мы видим много таких венечков оберегов букетиков разные полевые травы пахучие собранные в красивые оформленные композиции их специально люди готовят еще с лета хранят и потом приносят продавать еще со вчерашнего вечера здесь очень много таких торговцев на открытом воздухе видим пока что их не разгоняют очень красивые букеты созданы так называемые аберриги которые приносят здоровье добро в дом богатство все остальные самые лучшие самые ожидаемые доброчестности так сказать которые люди хотят здесь очень по куче травы собраны это и мята мелиса шалфей душица я постоял рассмотрел люди рассказали как они это трепетно собирают конечно заслуживают уважения этим но и многие здесь покупают причем цены очень разные сколько у вас есть денег столько и хватит вам купить просто будет букетик побольше или поменьше от 10 гривен и выше зависимости уже кошелка и так что же такое 19 января это праздник крещения господнего или по-другому бога явления это считается 3 по величине православный праздник у христиан восточных христиан значит он проходит 19 января и считается что в этот день вода становится святой с полуночи до полуночи то есть целые сутки вода святая она приобретает целебные свойства может исцелять как и душевные так и физические болезни люди ее в этот день набирают в бутыли в кувшины несут домой обычно повсеместно можно увидеть такую процессию при этом батюшка в прорубленной крестом проруби проводят путем окунания креста и чтения непродолжительного чтения молитвы проводят обряд крещения также он проходит по рядам и освещается уже освещенной водой воду в бутылях которые брали люди обереги и еще что они с собой принесли считается что эту воду надо хранить на протяжении года и давать ее пить умываться больным можно освещать дом освещайте самые ценные свои вещи самое ценное что у вас есть давай детям во время болезни воду которая простояла год с прошлого года считается что в этот день нельзя пить или употреблять для других целей и ею можно осветить дом или полить и например цветочки а воду которую вы там берете в этот день уже хранить и весь следующий год но по другим источникам как бы считается что вода набранная в этот год она не будет портиться на протяжении многих лет а здесь как видим уже самого края сюда восхода солнца люди начали обряд крещения троекратно погружают под воду по одним сведениям нужно просто погрузиться по другим сведениям считается что правильно когда человек крестится он погружается под воду три раза при этом накладывает на себя крест и окунается вместе с головой при этом вот как женщина сейчас мы видим на видео нужно надевать специальную рубаху чтобы тело не было голым и окунаться уже непосредственно в этой рубашке христианской обряд крещения пошел после того как в 30 лет ян креститель крестила иисуса кредиса христа в реке иордан там конечно таких морозов не было и традиция которая у нас приобретает последние года все более массовый характер это массовое погружение в прорубь никак не связано с традицией крещения иисуса в реке иордан и и после того как иисус крестился в реке иордан он вышел и на небе появился не зашел бог отец и он сказал это сын мой это считается называется как и богоявление явление бога отца на иисуса христа зашел ангел виде голубя вот здесь вот будет проходить после крещения воды святой отец и уже люди здесь выстраиваются занимают места потому что обычно каждый год в этот день приходит сюда очень большое количество людей здесь благоустроили территории и именно здесь это очень удобно сделать то есть удобные подъезды подходы воду набрать можно во множестве источников я обычно всегда набираю почему-то мне более комфортно и более приятно набрать воду сажатом яру вот под этой шапкой которая находится сама центре это специально сделан так вот вот мы видим его навес и под ним в виде круга сделан такие струи воды они текут и подставочки сделаны все очень красиво и удобно также есть еще много без навеса дальше сделано источником пока что людей не так много потому что сегодня очень морозно то что называется крещенские морозы и хотя в нашей местности морозы достигает и 40 градусов рекорд по моему там 37 или 38 но перепад который наблюдается в последние дни то есть это примерно от плюс 5 плюс 10 даже градусов днем достигала до 21 22 градусов мороза как было вчера и позавчера ночью очень неожиданно можно говорить что настоящий крещенские морозы в этом году в отличие от прошлых лет ставьте лайки подписывайтесь на канал